Друзья, всем привет! Александр Сенин на связи. И я разбираю сегодня очередной вопрос от одного из зрителей нашего канала. Итак, в одном из курсов на канале, давно дело было, но курс до сих пор актуален, я разбираю пример того, как создать приложение ToDoList. Причем это приложение очень удобно для старта и для того, чтобы показать, как работает файловая система на iOS. То есть там такая интересная структура, у каждого ToDoItem можно создать бесконечное количество под этих айтемов. То есть у каждой задачи можно создать бесконечно много под задачи, у каждой под задачи создать еще бесконечно много под задачи и так до бесконечности. И в общем, классика наших вопросов, при запуске приложения что-то идет не так, да, то есть приложение просто вылетает. Давайте запустим, посмотрим, как это работает. Так, симулятор наш. Шлеп. Так. Запускается приложение, вот сразу что-то вылетело, да. Ну, понятно, значит, unexpected, found, new. То есть, по ключу из-комплит, из-комлет, комлет, комлет, у нас ничего нет. Ну, во-первых, ключ записан с ошибкой, я думаю, что он должен называться из-комплит. При инициализации объекта. С-бул. Так, давайте сейчас запустим, посмотрим, что у нас будет. Так, запускаем. Бах! Теперь у нас fatal error вот тут. Тоже неожиданно найден нил, когда мы разворачиваем функциональное значение. Значит, кей, ключ, саб, тудус. Ну, что тут сказать? Все понятно, значит, вот по этому ключу, когда мы делаем обратную операцию, то есть создание нашего массива, мы ничего не записываем. Ну, и что тут сказать? Значит, что если этого ключа нет, то есть, это нужно сделать просто опционально, то нужно по умолчанию взять. Вот хорошо бы, конечно, эту конструкцию так оставить, но ее компилятор не пропустит, да? Он скажет, что значение не должно быть опциональным. Ну, и здесь два варианта. Либо мы напрямую разворачиваем вот эту штуку, да? Говорят, что здесь у нас будет пустой NSArray. Либо вот эту конструкцию переносим вот сюда. Ну, смотрите сами, да? Так, да, NSArray. Вот так. Ну, и после этого, соответственно, вот, у нас уже все начинает запускаться. Что-то я вот создаю. Опять запускаю. Давайте посмотрим. Ничего не сохранилось. Ну, и неудивительно, да? Потому что вот этот массив и в SubToDoS мы при обратной операции в слабарь не добавляли. Можно еще посмотреть, как это дело работает у нас на контроллере. Ну, да, тут достаточно тоже все просто. Тут все понятно и все правильно. Вот единственное, да, единственное, что допилить нужно, это модель. То есть, вот здесь как раз развернуть наши SubItems, в отдельный массив NSRA и добавить его здесь при инициализации самоваря как еще один ключ со значениями. И тогда у нас все будет нормально сохраняться. Окей, друзья, если какие-то вопросы остались, то welcome в комментарии. в комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!